Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, Липостом, не знаю, доброй ночи, с вами Руви и игра Плэронованс Баттлграунд. Сегодня я упал на джунгли, играю в режиме сон на соло, и моя задача взять тупо один, используя Берилл. Для информации я могу использовать снайперку, то есть, допустим, там какой-нибудь Коряк, М24, Кьюбу, неважно, любая снайперка в игре, плюс... Плюс Берилл. Многие из вас это дело просили, я помню, не читал комментарии, люди писали, Губ Берилл плюс Мутант, погнали, нормальная тема, но, ребят, Мутант, я реально не выдержу это сильно. Вот, сделаем Берилл плюс какая-то снайперка. Желаю всем приятного просмотра, очень надеюсь, что видео вам понравится, и очень надеюсь, что я смогу красиво отыграть, потому что, чуваки, я помню, когда это оружие выкатывал на тесте, когда оно только вышло, я тогда, ну, мягко говоря, охренел от того, насколько это говно. После того, как эта тема вышла на супертесте, я вообще-вообще не играл с этим оружием, потому что понял, ну, нахрен, нахрен мне страдать, нахрен мне заниматься такой фигней, лучше поиграть с нормальным оружием, возьму нормальные позиции, и, в общем-то, после этого самого обновления на супертесте, обновления уже с выходом Берила на основном сервере, все подобное оружие улучшили. И Берилл в том числе, он стал реально очень даже неплох в упоре. Но, насчет большой дистанции, пацаны, это очень плохо. У этого оружия хреновая стабилизация, у этого оружия хреново идут зажимы. То есть, это, ну, просто оружие в упоре. Так, скину семерки, у меня что-то их сильно много. Я нашел и коряк, и Берилл, все просто охренительно, осталось найти обвеса на все это дело и идти в топ. Насчет прошлого ролика, чуваки, спасибо всем огромное за поддержку. Реально, я просто понимаю, что вы набираете лайки, огромные, огромные кучи лайков. Вот, чуваки, вышло вчера видео, на данный момент, сколько там прошло с момента выхода, ну, часов, наверное, 19, может быть, 20, и вы набрали на этом видео больше 3000 лайков. Это реально очень много, чуваки. Спасибо всем огромное за поддержку, реально очень приятно, что вам нравится то, что я делаю. Это круто, правда, это круто, еще раз всем большое-большое спасибо. Так, забираем хаешку. Я надеюсь, именно эта хаешка зарешает, и я смогу вырвать ей топчик. Также у меня была идея сегодня записать челлендж. Очень-очень реально сложный челлендж. Тема такая. Нужно взять топ-1, играя без миникарты и без интерфейса одновременно. Представьте, чуваки, я не знаю, где зона, не знаю, когда зона, я не вижу свои хп. Я фактически ничего не вижу, я просто играю вслепую, как будто реально в реальной жизни. И попробовал один раз, попробовал другой раз, понял, что это очень сложно, и решил сделать вот такую вот тему. Друзья, если на этом ролике вы сможете набрать... Я знаю, что это много, но я знаю, что если вам понравится, вы это сделаете. Короче, если набираете 4к лайков, я беру из этого челлендж и рано или поздно выйдет на канале. Вот. Так что, чуваки, вот такая вот информация. Так, вот эти домики, лутать их не лутать? Наверное, пролутай, пацаны, потому что Берилл это, во-первых, оружие, которое хреново зажимается, во-вторых, без обвесов вообще лучше с ним не играть. Вот мне очень-очень жизненно необходим какой-нибудь компенсатор. Тут лутали. Да, тут лутали нахер, сваливаем отсюда. Вот, без компенсатора никуда, без углового цевья никуда. И вопрос, где-то все искать, если домики пролутали, и, возможно, дальше тоже пролутали. Так, да, тут тоже все прочекано, пацаны. Лежит оружие без пули, как я и говорил. Возможно, дальше тоже все пролутали. Идти по стопам не вариант, потому что я... Время... Время придет и откисно, нужно идти в другую сторону. Я играю с Бериллом, по факту, вот прям так конкретно. Первый раз с момента выхода его на Т-серваке. Серьезно. Я брал его, конечно, в каточках, там, несколько киллов сделал вначале. И потом, понятное дело, менял на калаш. Но чтобы прям играть до финала, такого я давно не делал. Так, патроны, 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 так круто. Боже, где без им? Сын Берилл, без... Все, это ГГ, если я еще не найду ничего, то я ничего не смогу с ним делать. Я в тупую не смогу его зажать нормально. Он незажимаемый. Можно хотя бы какой-нибудь угловой, не знаю. Угловой вроде бы не самый редкий обвес. Где-то же он должен быть, правильно? Хорошо. Величенный магазин. Даже вот топовый величенный магазин мы скинем. Перезаряжаем. Поломегаситель. Понемногу, понемногу, но обвесы мы находим. Хорошо. Только пока что нет самого важного, обвесом углового цевья, либо вертикального. Что-то, короче, на уголок. Так, 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 главное не провтыкать. Пацаны, комнаты очень темные, и можно реально не заметить. Берилла, бериллов очень много. Просто вот вы видите, да, вот мы играем, и я нашел, наверное, штуки 4, может даже 5. Распространено оружие. Скину, наверное, еще немножко пулек, потому что столько мне вообще нигде не пригодится. О, легкая рукоятка, это, пацаны, самый, ну так, для информации, да, это самый калинный обвес. Хуже легкой рукоятки в мире не найти отличный компенсатор, охренительный. Так, а вот теперь на позитивной ноте можно, пожалуйста, угловое хорошее. Это реально очень важно. Угловое цевья. Все, пацаны, берил фулл обвесом. Будем тестить. Заранее сполерем. Мы обосремся при первом зажиме. Так, работают где-то за зоной, прекрасно. Можно встать на этот, ну, короче, карьер или как тим называется. Нет, это не карьер. Ну, на скалы, возле берега. Станем прямо на них, и я буду контролировать людей, которые будут приходить с той стороны, за зоной. Возьму скалы, пожалуй, прямо возле буткемпа. Очень атмосферно. Идет дождик. Гром. Сейчас главное поставить прикольную музыку на фон, и будет реально контент. Вот эти скалы прямо идеальны. Нужно проверить полностью, чтобы я тут был один. И после этого вернуться и контролить то, что я хотел контролить. Так, работают с другой стороны. В общем, у меня есть хаешки, да. У меня есть три хаешки, охренительно. Это приятно. Неужто, пацаны, так зона может прогнуть еще на ту сторону, вы прикиньте? Вот это неожиданный поворот событий. Если зона будет там, меня, наверное... Вижу челиком. Меня, наверное, не будет. Так, вот никого. Падло, он меня тоже увидел. Ты смотри, какой козел. Дал. Так, я рачиваю шприцы. Нужно, чтобы мне не дали в голову. Это важно. Все хорошо. Дядя, валя отсюда. Нельзя с ним стреляться пока, пацаны. Я нахожусь в таком вот месте. Вот козел. Меня в любой момент могут законтролить забытком по выстрелам. Вижу челика впереди. Погнали, пробуем его убить. Ну что, друзья, вы готовы к зажиму? Честно, я нет. Вижу. Ой-ой-ой-ой-ой, как неплохо. Друзья, честно, вот если я сегодня сыграю каточку, пойму, что его реально пушечно улучшили, я извинюсь и соберу свои слова обратно. Потому что вот это, что сейчас было, это был хороший зажим. Не то, что я его хорошо контролил, а то, что хорошо летело, вы понимаете? Так. Друзья, неужто я был неправ? Неужто это оружие улучшили настолько, что им можно хорошо играть? Так, дождик успокоился. Пацаны, мне на самом деле не особо нравится позиция, где я прямо сейчас нахожусь. Потому что реально в любой момент, как я уже говорил, могут прийти с буткемпа и убить. Это хреново. Блин. Это было круто, мне прям понравилось. Так, только что я видел челика за камнем прямо впереди. Он перебегал. Наверное, я отмендегризал, потому что пацаны молчал. Где-то прямо впереди. Вижу, он побежал, да? Или не побежал, я не понял. Подожди, дядь. Я не понял. Есть два варианта. Либо этот челик меня увидел, решил переиграть. Либо этот челик просто куда-то перебежал, хрен с пойми куда. Давайте менять позицию. Я боюсь, что ко мне сзади придут и убьют, пацаны. Нужно взять вот камни, как типа такие вот там вот, чтобы я закрывался с двух сторон. Именно вот это вот мне нужно. Друзья, тем временем топ-20. Я живу. Понятно, я сделал по киллам не особо хорошо, но... Но уже топ-20. Он где? Боже, он был за камнем. Я в Москве... Ах ты говнарь. Вот вонючка. Лег в траву. Пацаны, короче, походу он меня спалил изначально. Он понял, что я хочу его убить. И думает, прилягу-ка я в траву и переиграю. Кстати, он почти переиграл, правда. Он почти переиграл. Это было неплохо. Ну как неплохо, это было по... Ужасно. Это было ужасно. Лечь в траву и просто... Просто контролить. Так, забираем все хэшки, которые там были. Хэшки не влазят. Хорошо, ладно, хрен с ним. У нас и так пять штук. Довольно много. Бежу челика. Он меня, по идее, тоже, да? Да, он меня, по идее, тоже. Пацаны, я не хочу отлетать. Так, зона, зона, зона. Погнали, наверное, в зону. Буду медленно двигаться туда. Забьем началика. В принципе, от него нам никакой пользы. 50 секунд и нужно бежать. Так, могут прийти с берега. Могут убить оттуда. Я, честно, в этой катке очень собран. Я прям чувствую гром. Сейчас главное не обосраться. 35 секунд, погнали в зону. Понемножку, но передвигаться нужно. 17 человек. Так, 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 домики не в зоне. Домики закрыты, могут быть люди. Погнали, правее возьмем. Я сейчас настолько собран, выдели бы мое лицо сейчас. Я как... Даже не знаю, с чем сравнить. Как придурок, короче, сижу. Так, слева никого. Блин, я уверен, что подковырлит. При том, что, ну, как бы... Типа дорога, надо перебегать. И, скорее всего, этот момент перебежки подконтролят ребятам. Погнали в дома. Нужно до забора, пацаны, добегаем. Все, все хорошо. Добежал, отлично. Так, люди сзади, люди сзади, камни сзади, все сзади. Блин, бежать на гуру не вариант. Это очень опасно. И остальное все тоже опасно. Давайте забежим прям сюда. С забором. Тут же зона? Да, тут зона. Хорошо. Я бы сказал, охренительно. Давайте зайдем в домик. Лучше я просижу в этом домике какое-то время. Пойму, что вокруг безопасно, не выйду, чем сдохну. Реально. Тем более, у меня первый шлем рисковать ни в коем случае нельзя, никаким образом. Тихо. Вижу. Так, это куда он? Куда он собрался? Тихо. В голову я могу не дать, а так зажать, я его могу не убить, потому что от краешек. Тихо, 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 тихо. Давай, дядь. Ты там не в зоне, ты понимаешь? Тебе нужно аккуратно подбираться ближе ко мне. Ну? Я опасно стою на одном месте, мне просто нельзя шагать. Такое чувство, что он понял, что я тут, и просто закрылся от меня за деревом. Борька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убил. Пацаны, а зажимается-то неплохо. Ну вот реально. А, куда прокнула зона? Не, ну я, наверное, откисну. Ну это чисто такой, пацаны, ролик по берилу. Ну, скажу честно, мне, мне очень нравится. Мне оружие вкатывает. Давайте проладаем друп. Пожалуйста, можно шлем? Внизу был вроде, да? Да, внизу. Он как бы говно, но это хотя бы что-то. 7 секунд побежали. Ну почему? Почему зона так прокает? Почему так плохо? Как, как это вытаскивает? Тут чисто я физически не могу, вижу чела слева. Охрененно. Просто зона, я тебя люблю, знаю это. Так, нужно принять быстро аптеку. Херачим аптеку. 9 человек в живых. И понимаете, там вот домики, которые реально... Вижу чела на горе. Не работаю по нему. Если я вдруг добегаю до домиков, это победа. Это победа, ну не топ-1, а просто вот моя личная победа. Там два типа работают просто друг по другу. Ни из них не в зоне. Так, пацаны, погнали, крайний дом возьмем. Надо рисковать, другой вариант у меня нет. Проверяем. Проверяем. Давайте дверку прикроем. Ой-ой-ой, как я добежал, охренеть. Честно, я думал, что это ГГ. Это было, ну, должно было быть ГГ. Вижу. Не шагаю. Тихо. Есть вариант, что он меня не услышал. Ну, капец, мне шаги громкие, какого хера? 27 человек в живых. Так, я открыт под ту гору. Но я одновременно крою челика. Давайте приляжем. Ой-ой-ой-ой, друзья, поддержите лайком, очень напряженное дерьмо. Это все? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Серьезно? Твою мать, серьезно? Кто видел, что сейчас произошло? Вижу, челла справа. Кто это, черт возьми, сейчас видел? Боже мой. Я... Я в шоке. Все, гага. Ой-ой-ой. Боже мой. Чуваки, это было невозможно. Это была охрененная катка. Вы видели, что делает Берил? Это оружие. Честно, я от него вообще такого не ожидал. Я взял топ-4, мы накидали 6 киллов. Я считаю, что выживал как мог, и поэтому, если катка понравилась, поддержите лайком, она будет на канале, это 100%. Не забудьте на меня подписаться, это очень-очень важно. И напоминаю про этот вот челлендж, очень сложный, набирается на ролике 4к лайков, я делаю эту хрень. Ну и вдобавок завершу с Берилом, допустим. Топ-1, точно топ-1. Все, чуваки, всем до скорой встречи, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!